На площади центральной праги одна девушка мне подарила гвоздику. Не знаю, народу было смать-мужчая, почему она меня избрала. То ли печальный я шел, то ли наоборот веселый шел. Но это я ей помню все время. Дай ей Бог, самого всего хорошего. Так ветеран Великой Отечественной Павел Большагин рассказывает, как встретил победу в 45-м. Всю войну Павел Иванович был радиотелеграфистом. А это ветеран войны из Ярославля Федор Ковальчук. Сегодня он вспоминал, как в 20 с небольшим, будучи автоматчиком, в ходе обороны Киева получил первое ранение, а всего за время войны был ранен дважды. Мы в районе Фастова 12 дней держали оборону и давали возможность прорваться туда, к Киеву. Сегодня Павел Большагин и Федор Ковальчук пришли в ДК Добрынина. Здесь накануне Дня Победы чествуют ветеранов Великой Отечественной. Поблагодарить героев за совершенные подвиги пришел и глава региона Сергей Ястребов. Подвиг этих людей должен жить в наших сердцах вечно. И мы должны равняться на их, подражать их характеру, их любви к родине. Это и есть чувство патриотизма. Без этого не может быть воспитан истинный гражданин Российской Федерации. Сегодня на сцене ДК в честь праздника звучали песни военных лет, стихи о войне, танцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ольга Преснухина, Денис Ромашов. День событий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ